Дёрает, в общем, рыба сидит там, вот, как раз видно рыбки хорошие, надо вынимать. Сейчас посмотрим на какой крючок села. Ух ты, лещ, очень туго идёт, может быть, лещ, крупная устьёрка, но очень туго идёт. Усть, очень красиво. Друзья, всем привет, сегодня отправляемся на рыбалку. В этот раз едем на Десну, будем ловить белую рыбу, едем для себя новое место. Я там был летом несколько раз, но никогда не бывал зимой. По словам моих товарищей, вроде бы как проклёвывает там белая неплохая рыба и лещ попадается. Но сегодня поедем, проверим, как оно. Обычно информация такая приходит с большим опозданием, поэтому, как правило, на какой-то там сверхношибательный успех не стоит рассчитывать. Будем надеяться, что у нас всё сложится самым лучшим образом. Мы нормально отловимся. Сейчас я жду, пока за мной заедет Руслан. И уже вместе-то вдвоём стартуем в сторону Десны. Так что не приключайтесь, будет интересно. Ну вот, Русланчик едет. Сейчас быстро забрасываем вещи в дорогу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... И будем где-то здесь наловить на покаток, на вертолетике. Есть там одно местечко неплохое. Если подойдем к нему, то поломим еще на тяжелую мурмышку. Здесь такое лещевое место. Здесь всегда много лещетников стоит в летнее время. Так что я думаю... Рыбка должна проклюнуть. Походка такая классная. Обещали минус 9 на утро. Максимум, что было, это минус 2. Это не синоптики, это отдалки. Так что мы сейчас собираемся. Ложим свои вещи на самки. Складываем, связываем. И идем в сторону речки. Вышли мы на воду. Такая заход паршивый будет. Разбориваемся. Но Русланчик борет первые лунки с умным лицом. Уже рыбочки на льду здесь есть. Ну, видимо, клевало когда-то здесь. Сейчас и мы здесь пятак такой нашли. Будем разбориваться. Ближе к берегу, будем сейчас бить лунки. Друзья, первая поклевка. Сейчас покажу, если получится. Дерает, в общем, рыба сидит там. Вот, как раз видно рыбки хорошие. Надо вынимать. Я включаю сейчас. Сидит рыбка. Тяжелая очень. Сейчас посмотрим, на какой крючок села. Ух ты. Подлещик. Подлещик. Очень красивый. Хороший. А там еще одна сетина. Мелкая устьерка. Все погрызанное. Судак, наверное, схавал. А здесь подлещик. Красивая рыба. Класс. Это удача. Причем заряжаю и включаюсь позже. Друзья, подлещик льву на мотыль. Но в таком случае, если здесь стая леща стоит, то надо подсаживать череп. А мелкая рыба не будет донимать. Так что сейчас заряжаем по-быстренькому. И ждем следующей поклевки. Красивая рыба. Прелесть. Друзья, сработал вертолетик, который чуть лучше стоит. Вот сидит там рыбка. Здесь она не крупная. Хотя рыбки были мощные. Сейчас вам проверять. Дергается рыбка. Да, есть. Судя по сопротивлению, хорошее. Ух, как идет туго. Очень туго идет. Может быть лещ. Крупная устьерка. Но очень туго идет. Рыбка хорошая сидит. Сначала показалось, что мелкая. Так, смотрим. Ух, какой носорек. Мостера очень красивые. Елки, носори. Носори. Конечно, ужас. Крупные ночи очень. Сейчас буду отпускать. Устьерку пойду, положу этот. Ведро. Есть. Она бывает, значит, вообще не терется. Тупо кирпич тянется. А, напряжения даже нет. Лунку специально затемнил? Угу. Ты же, хитрун. Друзья, помимо вертолета, я взял с собой концы. Сделал вчера ради эксперимента. Поставил вот такие вот крючки дековой. С таким вот загибом. Очень тонкая проволока. Не давит мотыля. И загибает. Не дает возможность рыбе сорваться во время подсечки. Не подсечки, а засечки. Так что сейчас поставлю одну штучку. Посмотрим. Интересно просто. Кто лучше. Хотя тут, конечно, многое зависит от места. Как попал только в косу, так и рыбалочка состоится, значит. Друзья, остановил вертолеты. Сейчас такое временное затишье. Завлю на покаток. Только что во время медленно очень протяжка. Такой удар сумасшедший был. Может, судак урузила ударил. Ну, просто сумасшедший удар. И рыба не засеклась. Может, попробовать набалансир потом. Ох, и ударила. Здесь течение очень слабое под берегом. Я поставил 8 грамм где-то грузила. Длинный поводочек. Только метров шесть... Ой, сантиметров шестьдесят-семьдесят, наверное, где-то даже. И стараюсь так очень-очень медленно приподнимать. Чтобы приманочка, наживочка, пару сил. Мох и удар еще был, конечно. Друзья, решил под берегом проверить вертолет. Так поклевок я не видел. О! Что-то такое... Мелкая густера попалась. Ну, на всякий случай проверяю, чтобы все вдруг... Где-то наживку сбило, чтобы поправить ее. Не знаю, что зацепилось. Залет. Вышел. Ай, счетов, еще есть. Мы здесь сейчас под берегами седом на мормышечку половлю на тяжелую. Рыбка не крупная, но можно душу отвезти. Все на мотыль. Так что сильно усердствовать с червем не буду. Друзья, у меня произошла поклевка. Там, где я лещик. Сейчас будем вытягивать, смотреть. Что-то есть. Или такая более-менее рыбка. Сейчас посмотрим. Ну, сопротивление, конечно, не такое колоссальное, как тот лещик оказывал. Что-то есть, но небольшое. О, совсем мелкая рыбка. Гостерочка. У Руслана произошла поклевка. Только очень сильно молотила. Сейчас посмотрим, что там сидит. Но удары мощные были. Молотила конкретно. А подберем густерой мелкой и полной вина стоит. Мелкой, мелкой, в общем, много. Ешь? Ну, била конкретно. Причем долго очень. Да, сидит. Я чувствую. Старайся так, чтобы не видно было. Ну, чтобы не видно было. Так подкрутил, положил и руками. Я мелкой пойму, там делищик. Хорошая устерка. Хорошо, била так. Средняя. Ну, не такая, как мы там ловили. Но все равно хорошая. Сейчас увеличим. Размеры. Ну, стоят целые, мотари. Ты видишь, вообще не трогай. Ну, зато хорошо, что это мелочи. А нет, а там объедал, а мы тут умерли бы. Наступило временное затишье в клюве. Так особо не расклевывалось. Там где-то прицепится, там. Так что я сейчас, собственно, перекушу. А потом перейду уже на лову, на мормышку. Такой у меня ножик. Кто не видел, вот еще разок похвастаюсь. Очень доволен. Классная финка. Здесь карельская береза. Деревянная ручечка. Лезвие такое, как мне нравится. Тонкое. Очень острый нож. Это ручная работа. Кому интересно будет такой ножик, я сброшу ссылочку в описании под видео. Там можно будет посмотреть и задать автору вопрос, если надо будет кому-то. Нож мне очень нравится. Я свой нож потерял. Когда рыбачил на Днепре на троллинг, там я джигавали мы. Где-то нож мой затерялся. Я долгое время не знал, что себе взять. Не хотелось магазинный покупать. Хотелось очень хорошую, качественную работу. Инструмент классный. Не знал и как, и что. Все ходило, я не знаю, где-то месяца три, наверное, без ножа был. Езжал на рыбалку. Он все-таки остановился, но это... Мне очень понравился. Классный нож. Такое вот прямо в руке лежит. Мое. Сейчас сальца подрежем. Лучок. Там щека полукопченая. Сейчас я Руслана позову. Сейчас я еще поищу на мормышку под берегом, покажу. Чуть отойду от этого дела. На пей. Так что жарко было. Проверил луночку под берегом. Стоит уже. Тут где мелочь попадалась. Вот и там видно во льду какая-то задирка есть. О, протянул. О, рыбка есть там. Рыбка есть. Гостерочка такая. А не, белоглазка. Сразу не узнал. Белоглазочка. Мелкая, правда. Но есть. Сейчас надо будет как-то в берег приходить. Я не знаю, как поступить. Не хочется ее рассверливать, чтобы рыбу не распугивать. Здесь нельзя сверлиться. Может, как-то аккуратненько. Старых лунок нет, чтобы их раздолбать. На последний поводок взяла. Не хочет она, не активно. Рыбка. Самый последний, длинный. Он стоит за пластинкой вертолета. Друзья, решил проверить вертолет без поклевки. Что-то тянется неплохое такое. Ай. Вот беда с этими носорями. Кошмар. Ух. Нужна операция. Очень глубоко. К сожалению, ее уже не отпустишь. Очень красивая рыба. Да. поклевка здесь была такая. Сумасшедшая. О, есть, есть, есть. Здесь рыбка какая-то, но не крупная. Сейчас чуть тяжелее пошло. Такая более-менее. Может, на течение она просто так сопротивляется. Ай. Совсем мелкая. А там что-то еще есть. Наверное. Совсем кроха. Белая глазка. Проклевка у Руслана. Удар был мощный, потом тишина была. Он сейчас поматывает снастью. Что, Гриш? Может, подлещик. Ну, что, удар очень мощный был. Я услышал, как и завинело. Что-то тяжелое, похоже на подлещик. Подлещик. Такой, что-то сильно. Мирковато он тянется. Подлещ может быть. Может, гостинка. Здесь еще на течение, так оно так тянется классно. А, просто там еще есть шеи помогают. Если она села, то нормально будет. Это редко, когда сходит уже. А, на соряка. Ёлки-палки. Тут просто толпа. Ух ты. Ряд. А ты на последние два вешаешь поводка сюда? Давай. Вон, даже наверх, не правильно? Да нет, ничего нет. Это где-то гристалл этот? Кто? А ты что видел? А ты не мог ничего видеть, потому что там пластика далеко идет. Наверное, 17 еще будет. Ну, зараза такая. Постоянно перепроверяю оснастки, чтобы ерши не вешались. О, что-то переправится. О, маленькая попалась. Остерочка вроде бы. Да, остерка. Потому что ерши вешаются и не дают возможность клюнуть нормальной рыбе. Поверяю ту, что под берегом. Здесь время от времени у нас срабатывает. Такая некрупная остерочка попадается. Сейчас посмотрим, что здесь. Что-нибудь. А, не что, дергается вроде. Да, дергается. Да, мелкая опять. Велоголоска попалась. Ну, последний крючочек. А на мурмышку такая рыбка не хочет. Более мелкая клюет, но поймать ее нереально. Ну, что же, друзья. Затихло вообще полностью. Тебя там одну лаврушку щепанешь. Там основной фарватер вообще не работает. Это под берегом, но, понятно, поэтому некрупная клюет. Сейчас не знаю, что делать. Руслан говорит, что очень классную поймал он, Белогласку. Достаточно крупную, говорит. Ну, чтобы подлечь эту Белогласку. Он спустился ниже метров 200 по реке. Там она практически не разбурена, не так, как и здесь. Даже не знаю, как поступить. Можно здесь, конечно, перебрасывать с Настей, искать ее. Но здесь все сильно зажат с двух сторон. Здесь некуда шагать. Сейчас еще осталось час рыбалки. Не знаю, стоит ли перебегать. Новое место. Он рукой. Может, и стоит. Сейчас пойду. Белогласку, или шапортаймал. Не вытяни. Ух ты, какая красивая. Я уже видел. Ого. Для таких, наверное, разве что летом там однажды. Снимай. А, да ты же не скажи. Очень красивая. Давай пофотаемся. Давай. Что вроде тянется. Так, тупо идет. Ух, вот сейчас. Ух, хорошая рыбка. Поклевки я не видел. Ай, носарь гадский. Краснокнижный. Вот там пусто. Ох, какое он сопротивление оказывал. Какая красивая рыба. Но, к сожалению, вытащить крючок очень глубоко. Красивый очень. Классно он сопротивлялся. Такие дела. Красивые очень. Лыба. Достаточно редкая в Украине. Ну что, друзья. Будем завершать свою рыбалку. К сожалению, вечернее клево мы так и не дождались. Хотя перешли на новое место. Разбурились. Разложились. Но, к сожалению, я вижу там, где мы выше стояли чуть по течениям, там тоже дела нет. Мужики ходят, проверяют, но дела никакого нет. К сожалению. Красочный такой закат. Не знаю, далековато для камер, конечно, для такой. На мороз. Вот мой улов. Такая рыба, более-менее некоторые экземпляры очень красивые, конечно. Руслан очень красивую белоглазку поймал. Наверное, больше, чем вот этот подлещик. Ну и мелкотня такая под берегом. К сожалению, утренний клев был скоротечный. Буквально минут 15, не более. Пока как раз в тот момент, как я заставлял вертолеты. Так что, вот такие дела. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Вода здесь не поднимается, закраины образовываются. Сложный заход. Сложный заход. Сложный заход. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok